Иммунитет, защита организма от инфекций, про которые в основном пойдет речь, потом мы дадим более четкое определение этого понятия. Это, конечно, часть физиологии человека. И надо сказать, что среди Нобелевских премий, которые биологам вручают, именно в области физиологии или медицины, так называется эта премия, иммунология занимает одно из первых мест. Самая первая Нобелевская премия была вручена именно за иммунологические исследования. В уже первое десятилетие еще одна премия была за это вручена. И больше премии, может быть, за изучение гормонов. Тем не менее, иммунологии занимаются не на кафедре физиологии человека и животных, а на специальной отдельной кафедре иммунологии в университете. В одно время таких кафедр было даже две на миопатии. Не случайно есть и отдельный медицинский институт иммунологии. Это связано с тем, что тема эта, во-первых, очень сложная, а во-вторых, очень важная для человека. Ну и кроме того, в частности это связано и с тем, что в основном в иммунной системе работают все-таки отдельные клетки. Про это я тоже потом скажу пару слов. И поэтому темой этой занимаются не только и не столько физиологи, сколько клеточный молекулярный физиолог. А надо сказать, что инфекционные болезни издавна преследовали человека и были одной из главных причин его смертности в течение почти всей истории. Ну какой истории? Ну, по крайней мере, с тех пор, когда человек изобрел земледелие, начал выращивать культурные растения и разводить животных. После этого, во-первых, численность людей резко возросла, во-вторых, они стали жить более скучно в поселках, в-третьих, у них появились домашние животные, с которыми они очень тесно общались, обычно просто жили в одни-пять же помещениях, а животные, многие из них болеют теми же болезнями, что человек, могут передавать их человеку. В-третьих, где появились запасы продовольствия, и в поселениях стали размножаться крысы и мыши, частый источник инфекции. И при этом причина инфекционных болезней долгое время оставалась совершенно таинственной, загадочной. Вроде бы ничего не происходит, и вдруг ни с кого ни с сего человек заболевает и умирает. Это нашло отражение во всяких мифах, легендах, произведениях искусства. Вот, может быть, кто-то из вас увлекался в семьях древней Греции, и оба решились вдруг ни с того ни с сего хвастаться перед бездетной Артемидой и своими детьми, в которых у него было 19 жизней через сыновей. И в результате Аполлон и Артемида, брат и сестра, убили всех ее детей невидимыми стрелами. Ну, что такое могли быть эти невидимые стрелы? По-видимому, какая-то инфекция, какое-то инфекционное заболевание. Так же, как Божью кару, воспринимали эпидемию Средней века. С неба что-то там такое сыплется и льется, расплавленная смола, и это вызывает внезапную массовую гибель людей. А насколько важную роль играли эти эпидемии? Показывается вот такой один пример распространения чумы в Средние века, в XIV веке. Возилась она в Европу в те времена обычно по шелкам из Китая, из Восточной Азии. На кораблях или по сухопутному, под шелковым пути, кажется, это был корабль, который завелся сначала в Крым, в Пеодосию, потом она распространилась по югу Европы, и оттуда волнами за короткий срок охватила почти всю населенную часть Европы. Причем в некоторых районах погибло больше половины населения от этой эпидемии, особенно в городах. Многие города так и не достигли после этого той же численности населения. Ну и некоторые последствия этой эпидемии ощущаются до сих пор. А ее завезли случайно? Нет, завезли ее, конечно, совершенно случайно. И более того, уже тогда были некоторые меры, которые позволяли бороться с болезнью. Но вот тут показан якобы костюм такого средневекового врача, который, видимо, действительно мог отчасти защищать от заболеваний. Видите, он одет в достаточно герметичную одежду, на руках у него рукавицы, на лице маска, иногда еще при этом он накуривался дымом. Хотя все эти меры, конечно, действовали плохо. И самые главные, и самые распространенные меры, которые, кстати, не утратили свое значение по сей день, оставался карантин, то есть изоляция больных. Например, во мной была распространена ОСПА, а ОСПА очень заразная вирусная инфекция. Если она появлялась в какой-нибудь семье, то было принято вывешивать над этим домом специальный доклад, например, черного цвета. После этого никто уже в этот дом не заходил. Больным оставляли пищу где-нибудь там на калиточке, пищу и воду. А все вещи мудршего от ОСПА уничтожали, изжигали. И это иногда позволяло предотвратить распространение болезни. Но и причина болезни, и то, как с ними бороться по-настоящему, оставалась тайной до самого начала XVIII века. Кстати говоря, и сейчас чума никуда не делась, поскольку чумой болеют дикие животные. Это типичная природно-очаговая болезнь. Где-нибудь в дикой природе, особенно в пустынной или полупустынной местности, чумой болеют суслики, сурки, песчанки, другие дикие животные, а переносят ее от заболевшего животного к здоровому, блохи, которые, кстати, тоже болеют чумой. И умирают от нее. Если человек тем или иным способом вступит в контакт с заболевшим животным, или если на него с такого больного животного перескочит или ползет плаха и укусит его, то он тоже может заразиться чумой. И до сих пор в мире ежегодно фиксируется несколько тысяч случаев заболевания чумой. Но поскольку учились вовремя выявлять, а больных изолировать и лечить антибиотиками, до эпидемии чумы, к счастью, остались в прошлом. Хотя болезнь это никогда не исчезнет. Первый такой серьезный шаг в борьбе с инфекционными болезнями был сделан благодаря англичанину, врачу. И хотя его нельзя не узнать, я думаю, что многие из вас его не узнали. А кто-нибудь его узнал? Кто это? Кто знает, кто не крутит? Чей это портрет? Ну вот видите, вы запомните, кто это такой и будете его узнавать, поскольку это один из великих благодетелей человечества, его стыдно не знать. Звали этого врача Эдвард Дженнер и жил он в 18 веке. Он открыл прививку от оспы. Причем открыл он ее благодаря не каким-то экспериментам, а просто благодаря своей наблюдательности. Он заметил, что почему-то доярки редко болеют оспы. И решил выяснить, чем дело. И оказалось, что коровы болеют коровьей оспой, которая на человеческое очень похожа, но для человека не так опасна. Не вызывает такой тяжелой болезни, не вызывает такой высокой смертности, как натуральная или черная оспа. Когда корова болеет оспой, то у коровы, как у человека, образуются такие пузырьки с жидкостью, в том числе на вымени. И когда доярка доит корову, то жидкость из этих пузырьков попадает ей на руки, через ранки может попадать в кровь и таким образом служит прививкой. Обнаружив это, Джейнер, в конце концов, решился на очень рискованный эксперимент. В наши дни за такой эксперимент его, конечно, просто сразу же посадили бы в тюрьму. Он сначала привил вполне здоровому ребенку, который точно не контактировал ни с какими зародившимися оспой людьми, коровью оспу, через маленький нагрес на руке, втертуда содержимый этих пузырьков, а потом ребенок через неделю чуть-чуть себя там плохо почувствовал, у него поднялась температура, но уже на следующий день все было в порядке, а потом примерно через 10 дней ввел ему жидкость из пузырьков на теле настоящего больного оспу. В результате чего непривитый ребенок, конечно, должен был бы заболеть, и с высокой вероятностью умер бы. Но Джейнер был так уверен в своей правоте, что решился на такой острый опух. И действительно он оказался прав, ребенок не только не умер, но даже не заболел, после чего Джейнер начал рекламировать этот новый способ предохранения от оспы. А способ этот получил название вакцинация, от слова вакцина, корова. Ну, Джейнера стали там всячески травить, высмеивать, кто только на него не нападал, и коллеги-врачи, и англиканская церковь, и журналисты, которые рисовали на него вот такие вот карикатуры. Видите, что якобы происходит с теми, кого он прививает. Он делает прививку от оспы, и в результате от их вырастают коровы. Ну вот, хотя ничего подобного, конечно, не происходило. Но прививка от оспы оказалась столь эффективной и столь важной для экономики и для ведения войны, поскольку эпидемии легко, конечно, распространяются в армии, в войсках, где люди живут очень скучно, что за короткое время она стала в Англии поддерживаться государством, затем москопрививание быстро распространилось по другим странам Европы, активно его поддерживал Наполеон, а тот церемониться не любил и возражений не терпел, как известно, поэтому в Афранции все поголовно были привиты от оспы. И еще при своей жизни Дженнер успел поработать директором института своего имени, который занимался оспопрививанием. В результате оспы стала первой инфекционной болезнью, которая полностью исчезла с лица земли. Да, вот нам еще делали привиты от оспы, а вот вам уже нет, потому что необходимость них отпала. Вирус оспы хранится сейчас только в двух коллекциях, в США и в России, а в природе он, по-видимому, полностью исчез. Но Дженнер совершенно не представлял, что является причиной болезни и что происходит в организме, когда туда вводят его вакцину. Первый шаг к пониманию был гораздо позже, уже во второй половине 19 века. Сделал это очень важное открытие немецкий врач Роберт Кох. И открытие это заключалось в том, что причина инфекционных болезней возбудители, и этими возбудителями часто являются бактерии. Но, как мы сейчас знаем, не только бактерии, это могут быть грибки, простейшие, протистые, и очень часто вирусы. Но вирусов открыть тогда было сложно, они были открыты позднее. А Кох открыл именно бактерии. Изучал он тоже чрезвычайно опасную болезнь, почти такую же опасную, как ОСПО, хотя и менее заразную, а именно сибирскую язву. Сначала он обнаружил вот такие нити, это цепочки клеток, в крови у зараженных животных. Потом ему удалось заразить подопытных животных, мышей, вводя им кровь через надрез, капельку крови заболевшей овцы. А потом ему удалось доказать, что не кровь больного животного, а именно бактерии, которые размножаются в ней, являются причиной болезни. Как он это сделал, я сейчас подробно не буду рассказывать, но это у нас просто нет времени. Но довольно быстро эта идея овладела умами ученых и врачей, хотя и тут были активно сопротивляющиеся. Одним из сторонников в эпоха таких ярых его последователей и в то же время конкурентов, соперников, был бы и Пастерн, французский ученый, о котором мы уже упоминали. Помните, он доказал невозможность самозарождения микробов? Но он сделал массу других полезных для человечества открытий. И одно из главных его открытий заключалось в том, что он понял, что собой представляет вакцина. С теми, кто наукой не занимается, почему-то случаются обычно какие-нибудь другие случайности. Он изучал заболевания кур куриной холерой. Человек ей не болеет. Это другой возбудитель. Ну и обычно цыплята, зараженные этой куриной холерой, умирают, если ввести возбудителя из организма другой больной курицы. Но тогда бактерии этой куриной холеры прожили некоторое время в искусственной питательной среде и пастер заразил ими цыплят, то эти цыплята поболели, но не умерли. Потому что, размножаясь в искусственной питательной среде, микробы часто теряют свою болезнетворность. Почему это так, можете подумать. Можно догадаться, почему это именно так. Ну не умерли и не умерли. И на следующий раз он решил повторить этот опыт и потребовал себе новых цыплят. А новых цыплят не завезли. Пастер был очень недоволен, но он был настоящим трудоголиком, не мог так и сидеть без работы и решил, что тогда он повторит эксперимент на предыдущей партии цыплят. Он заразил их хорошей, свежей культурой куриной холеры и цыплята не только не умерли, но даже не заболели. Тогда Пастер догадался, что вакцина это не что иное, как ослабленный возбудитель данной болезни. Но в некоторых случаях он может быть живым, но только утратившим болезнетворность. В других случаях это может быть убитый возбудитель, который не может раздражаться. Сейчас же в качестве вакцины часто используют не целые клетки возбудителя, а какой-нибудь, например, белок, который сидит на поверхности этой пактерии или на поверхности вируса. Поняв, что вакцину можно таким способом приготовить, Пастер начал уже целенаправленно разрабатывать новые вакцины. И первая эффективная вакцина, которую ему удалось получить, была как раз вакцина против сибирской язвы, от которой тогда животноводство внесло колоссальные убытки. После лабораторных испытаний он решился на такой довольно авантюрный и широкомасштабный демонстрационный опыт, когда с помощью скотопромышленников ему было предоставлено больше сотни коров и овец, и половина из них была привита от сибирской язвы, а вторая половина не привита. После чего всех этих животных заразили сибирской язвой, и все непривитые животные погибли, а среди привитых погибших практически не было. Таким образом убедились, насколько это дело важно и эффективное, ну и Пастер получил существенную поддержку. Но главным, конечно, его достижением в этой области была разработка вакцины от бешенства. Разработать ее было очень сложно, потому что, во-первых, возбудитель бешенства это вирус, выделить его в чистом виде было невозможно, то, что он размножается только в живых клетках, было неизвестно, во-вторых, его довольно трудно было получать, получить его можно только из мозга заболевших животных, а заразить животное бешенством искусственно не так-то просто, во-вторых, никак не удавалось этого возбудителя ослабить, чтобы из него можно было приготовить эффективную вакцину. И прошло много лет, пока Пастеру наконец-то удалось преодолеть все эти сложности, и когда наконец-то эта вакцина начала показывать свою эффективность на животных. после этого, после долгих колебаний, в частности связанных с тем, что Пастер не был врачом и не имел медицинского образования, он решился наконец проверить ее действия на человеке. Человеком это был мальчик, которого жестоко искусала бешеная собака, и было понятно, что он обречен без вакцинации. А надо вам сказать, что бешенство одна из довольно немногих болезней, которые до сих пор имеют стопроцентную смерть. Если человек заболел бешенством, то спасти его невозможно, как и животное. Эту болезнь можно только предупредить. Но, по счастью, у человека она развивается довольно медленно. После укуса до начала заболевания проходит обычно месяц или два. И Пастер рассчитывал, что за это время введенная вакцина может вызвать реакцию организма, которая предохранит человека. Мальчик оказался первым человеком, которого удалось спасти таким способом заболевания бешенства. Но тут уже слава Астера стала не просто национальной, о нем узнал весь мир, он стал примерно известным ученым. Со всех сторон Европы, даже из России, к нему потянулись больные, и многих из них удавалось спасти. отчасти наполовину по народной подписке на народные деньги, отчасти на деньги, которые выделило правительство Франции. Франции был построен в Париже институт, до этого работал во всех этих сараях в своей собственной квартире или еще где-нибудь, никогда обустроенной лаборатории у него не было. Франции институт, надо сказать, работает благополучно до сих пор и занимается изучением инфекционных болезней. Что такое вакцина, Франции понял правильно, но что происходит при введении вакцины в организме, он не догадался. У него были какие-то теории но и оказались неправильными. И опять-таки первый шаг в этом направлении сделал наш российский ученый Илья Ильич Мечников. Первая прививка от бешенства была сделана по-моему в 1880 или в 1881 году, а через примерно 10 лет в 1892 году Илья Ильич предложил свою фанцитарную теорию иммунитета. Надо сказать, что Мечников был, видимо, очень способным, гениальным человеком. Это такой редкий пример ученого, который прославился сразу в нескольких несвязанных областях. Начинал он работать как зоолог беспозвоночных и многого в этой области в зоологии добился. Потом он стал очень известным эмбриологом, изучавшим развитие опять-таки в основном беспозвоночных. Затем иммунологией, а позднее микробиологией. Ну и при этом он имел очень неуживчивый, достаточно скверный видимо характер. И в одном российском университете он так и не смог поладить с начальством, но, впрочем, и начальство было соответствующее. И в конце концов это привело его к эмиграции. Он уехал в Париж и вторую половину своей жизни работал в Пастеровском институте, занимаясь там микробиологией. Ну так вот, наблюдая сначала за губками и плоскими червями, Мечников обнаружил, что пищу у них переваривают отдельные клетки, фагоциты. Они проглатывают пищевые частицы, и пищеварение происходит внутриклеточное. У губок и кишечника нет, поэтому у них никакого другого пищеварения и быть не было. А потом в какой-то момент он вдруг догадался, что таким способом организм, наверное, может переваривать и в болезнетворных микробах. Произошло это, когда он работал в Ниссине на гидрогологической морской станции в Италии, и там он сделал свой знаменитый эксперимент. Он взял прозрачную личинку морской звезды, довольно крупную, несколько миллиметров, и воткнул в нее тоненький шип от шиповника, рассчитывая, что на нем будут бактерии, и организм личинки на это отреагирует. Прямо подоскопом он смог наблюдать, как действительно к этой иголке, к этому шипу сползаются клетки фагоциты, окружают ее и, видимо, поедают микрон. Потом он провел похожие эксперименты на Дахнер, это тоже такие прозрачные рачки, которые болеют разными инфекциями, в частности, грибковыми, и там Мечников уже получил более четкое подтверждение своей теории. Он наблюдал, что если клетки фагоциты вовремя успевают съесть споры болезнетворного грибка, попавшего в кровь Дахни, то Дахни выздоравливает, а если этого не происходит, то споры прорастают, внутри Дахни образуется грибница, гитра грибка, гития, и тогда она погибает. Ну и таким образом идея его заключалась в том, что главная защитная сила организма это клетки, которые могут заглатывать и переваривать болезнетворных микробов. Эту идею он стал пропагандировать, и, как и в предыдущих случаях, он встретил ожесточенное сопротивление прежде всего врачей. К тому же сам он опять-таки медиком не был и медицинского образования не имел. Ну и на то были свои основания. Рудольф Верхов, помните, один из создателей клеточной теории, разумеетом врачом, но когда Вечников показал ему свои препараты, то Верхов заявил, что они ничего не доказывают. Ну да, видно, что бактерии проникают внутрь клеток фагоцитов в крови, а что происходит дальше, неизвестно. Может быть, это является как раз причиной болезни, а не способом борьбы с ней. Может быть, микробы находят там хорошие условия для размножения, может быть, в результате эти клетки разрушаются, и больной от этого умирает, а у нас нечего-то действительно происходит, например, при той же чуме. Понадобилось много дополнительных экспериментов, понадобилось писать много статей и всех договаривать. К тому же появились практически одновременно с созданием этой теории такие факты, которые вроде бы и прямо противоречены. Обнаружили эти факты два ученых. Один Эмиль Ру был учеником Пастера, а другой его тезка Эмиль фон Беринг учеником Коха. Ну и обнаружил-то само явление как раз Ру, а вот применил его на практике в результате Беринг. Что обнаружилось? Обнаружилось это при борьбе с дифтерией, очень опасной бактериальной инферией, от которой тогда погибало много народа, особенно много детей. Вот подопытного животного для изучения дифтерии изучались морские свинки. С тех пор, наверное, и пошло выражение «подопытная морская свинка». И выяснилось, что если морская свинка зараженной дифтерией выжила, для нее взята сыворотка крови, а сыворотка это жидкая часть крови, в которой нет никаких клеток. И эту сыворотку ввести больной морской свинки, то эта больная морская свинка с большей вероятностью выживет, выздорове. Если эту сыворотку налить в культуру гактерийных бактерий, то в результате они разрушаются, растворяются, лизируются. Таким образом, оказалось, что кровяная сыворотка переболевшего животного или человека вызывает иммунитет, защищает от микробов, что вроде бы прямо противоречило теории Мечникова о том, что за это отвечают клетки фагоцитов. Ну, сначала разработанная фон Берингом лечебная сыворотка была не очень-то эффективной, хотя и снижала смертность, но к началу девятисотых годов ее удалось усовершенствовать с помощью помощи химика и врача основателя иммунологии и в результате именно фон Беринг стал первым гауреатом Нобелевской премии за разработку лечебной противодиктеринной сыворотки ему была вручена Нобелевская премия в 1901 году. Занимаясь этими исследованиями на виду со многими другими, Паул Лерлих предложил альтернативную теорию иммунитета гуморальную. Он считал, что за защиту от возбудителя отвечают не клетки, а какие-то особые вещества, которые содержатся в сыворотке крови. Это очень важная идея, которая оказалась правильной, что на поверхности возбудителя имеются молекулы, в которых эти защитные белки должны подходить как ключ-замок к ключу, которым они должны точно соответствовать по своей форме. Тогда, по мнению Эрлика, они могут связываться с поверхностью возбудителя или ядовитого вещества, потому что лечебная сыворотка защищала не только от бактерий, как прознее выяснилось и вирусов, но и от ядов. Например, противозмейная сыворотка может защитить от змеиного яда. Тогда, в результате этого связывания, яд, например, может быть обезврежен особыми молекулами, а возбудитель, скажем, утратит способность воздействовать на клетки, и организм вызывает. Ну, правда, соберутся все эти молекулы, конечно, их тоже производят клетки. И это как раз окружено в заглаве лекции. Все-таки главная наша защитник это именно клетки иммунной системы, поскольку они производят и все защиты и векла. Однако, как это иногда, может быть, не так часто бывает, в данном случае оказалось, что право оба и Мечников, и Эрлис. Выяснилось, что и клетки фагоциты играют довольно важную роль, о которой я дальше расскажу, и кустулированные Эрлихом вещества тоже играют важнейшую роль в защите нашего организма. Обе теории удалось объединить, а Мечников и Эрлих получили одну из очередных Нобелевских премий. В 20-м веке, мне память не изменяет, в 1906 году. В 20-м веке, конечно, иммунология развивалась очень быстро и бурно, как и другие отрасли биологии, там было сделано множество замечательных открытий, но я кратко расскажу только про два из них. Вот эти молекулы Эрлиха позднее получили название антитела, я потом буду про них подробнее рассказывать. Оказалось, что их производят особые клетки крови, Б-лимфоциты. Ну, а загадкой долгое время оставалось, как же получается так, что против практически любого микроба, вируса, бактерии и против любого яда, который попадает в организм, он оказывается способен производить антитела. Чтобы это объяснить, Эрлих придумал свою клональную селективную теорию. Первый взгляд достаточно странный. И это был опять-таки один из тех редчайших случаев, когда не за эксперименты, а именно за теоретические предсказания человек получил Нобелевскую премию. По-моему, в области биологии таких случаев было один или два всего. Значит, что предположил Бернет? Он предположил, что каждый В-лимфоцит умеет производить только один строго определенный тип антител против одного конкретного яда или против одной конкретной бактерии или вируса. Ну и да, вот тут картинка у меня выпала, сейчас мы найдем соответствующую картинку, извините, придется много картинок прерискать, но это важно. И когда соответствующий белок, допустим, антиген попадает в организм, то именно этот Бернет-фоцит понимает, что его час настал и дает в результате размножения клон соответствующих клеток. Размножившись, эти клетки со страшной скоростью начинают вырабатывать антитела, и это, как правило, не спасает организм от болезни, позволяет нам выздороветь. Но тут было тоже много проблем, и одна из главных проблем, которая тут возникла, заключается в том, что разных антител очень много. В организме человека их, по-видимому, как минимум 10 миллионов. Каждое антитело это белок, а за каждый белок отвечает ген, а генов у человека всего 20 тысяч. Правда, антитела устроены так, что за каждый из них на самом деле отвечают два гена, а если есть два разных гена, отвечающих за белок, и потом поймете, почему это так, то они могут комбинировать. У антитела есть две части, пусть за первую часть отвечает тысячи генов, и за вторую тоже тысяча. Если первая и вторая части могут соединяться в любых комбинациях, то тысяча на тысяча это уже будет миллион. Чтобы получить 10 миллионов, нужно тысячу умножить на 10 тысяч. Тогда получается, что половина всех генов в человеческом организме должны отвечать только за антитела. А это как-то чересчур вроде бы расточить. И решить эту загадку удалось уже сравнить недавно. Это было в 1950-е, 60-е годы. А Нобелевская премия за это была получена еще заметно позднее японскому ученому Негаве. Он догадался до того, что в лимфоцитах при их созревании до того, как они начинают синтезировать антитела, происходит перетасовка маленьких кусочков ДНК. Но опять же подробно про это я не буду рассказывать, потому что это довольно сложная тема. Ну вот представьте себе, что есть несколько групп кусочков. Первые там пять кусочков, вторые десять, третьи двадцать. Для того, чтобы получить один белок из каждой этой группы надо взять только по одному кусочку. А все остальные в промежутке между ними вырезаются. Тогда эти три кусочка соединяются вместе и с них считывается соответствующий белок. Тогда получается, что если у нас там есть пять кусочков одного типа, десять кусочков другого и допустим сто кусочков третьего, то мы можем получить пять умножить на десять умножить на сто пять тысяч комбинаций из совсем небольшой части нашего генома, из достаточно небольшого участка ДНК. Так собирается одна часть антитела, так же собирается другая. То есть там действует комбинаторный принцип. открытие это было конечно совершенно удивительным, потому что все считали, что ДНК во всех клетках нашего тела одинаково. Но теперь уже известно, что это далеко не всегда так, а в то время это конечно было совершенно неожиданно. Оказалось, что в элимфоцитах ДНК немножечко другая, что там вырезаются одни ее части, скрепляются другие, и поэтому ДНК этих клеток отличается от ДНК зиготы, из которой развивается весь организм. За это открытие ДНК получил заслуженно свою Нобелевскую премию. Ну вот, очень култирно таким образом мы с вами рассмотрели историю иммунологии, хотя про еще одно открытие достойное Нобелевской премии я расскажу в второй части лекции. А теперь собственно перейдем к сути дела, к тому, что же такое иммунитет, как он работает на самом деле. Ну вот, у человека есть много всяких систем органов, которые проходят в школе. Немножко в школе рассказывают и про иммунную систему, но правда очень мало. Это всего наверное половинка одного параграфа про кровь в курсе сейчас восьмого класса. Что же входит в эту иммунную систему? Да, есть органы, которые относятся к иммунной системе, общей функции связаны первую очередь с иммунитетом. Во-первых, это лимфатические узлы, в том числе так называемые миндалины, особые лимфатические узлы перейдем и бляшки на поверхности кишечника. Вообще эти лимфатические узлы рассеяны по всему организму. Там созревают, взаимодействуют и отчасти действуют редкие иммунные системы, поэтому и это отчасти иммунные системы. Это такой редко упоминаемый орган как селезенка. Там тоже созревают клетки иммунной системы. Хотя взрослый человек может жить с удаленной селезенкой, но до развития иммунной системы она играет достаточно важную роль. Еще более важную роль играет такой орган, который называется тимус или вилочковая железа. Находится вот здесь, под грудиной и спереди от трахеи. Интересный орган, в частности интересен тем, что он гораздо лучше развит у детей, чем у взрослых. У взрослых он уменьшается в размерах и постепенно замещается жировой тканью. А у детей активно функционирует. И в нем развиваются важные клетки. Системы Т-лимфоциты, о которых я буду рассказывать. Т-лимфоциты называются как раз именно потому, что при своем созревании обязательно проходит через тимус. Отчасти к иммунной системе относится и красный костный мозг. Почему он относится к иммунной системе? Потому что в красном костном мозге живут стволовые клетки крови. И все клетки, обитающие в крови человека, появляются там, в красном костном мозге, в котором взрослого человека находятся не в трубчатых костях, которые есть у детей, а в плоских костях черепа, в лопатках, в телах позвонков, больше всего его тазовых костях. Откуда его получают удобно, если он необходим для пересадки при операции. Ну вот, а на самом-то деле при осуществлении иммунитета все-таки действуют главным образом не органы, а отдельные клетки. Поэтому дальше про органы я вообще не буду упоминать, а буду все время рассказывать про клетки и про то, что они делают. Понятно, почему это отдельные клетки, да? Почему? За защиту организма от инфекций должны отвечать именно отдельные клетки. Почему? Давайте. Какие у нас есть идеи? Да. Немодные. Немодные. Правильно. Почему это важно? Да. Потому что что микроба? Они подробные. А, то есть их надо догнать, да? Ну, отчасти правда, многие микробы подвижны, но еще, да? Они могут попасть в разные части тела. Совершенно верно. На самом деле возбудитель может попасть в любую часть нашего тела. Какие-то проникают через воздухоносные пути, попадают в легкие, какие-то попадают через кишечник, пытаются проникнуть в кровь, какие-то могут проникнуть через маленькую ранку на поверхности кожи, и всюду, в любой точке организма должна встретить система защиты. Именно поэтому клетки иммунной системы прежде всего должны быть мобильны. Не потому, что микроб может убежать, а потому, что он может проникнуть через любую щелочку в наш организм. Поэтому дальше пойдет речь про клетки. Ну вот, теперь пришла пора сказать все-таки более подробно, что же такое мемнитет. В основном это деле это два независимых свойства организма в какой-то степени. Во-первых, это способность защищаться от патогенов, то есть болезнетворных микроорганизмов, или просто невосприимчивость к ним. Я специально защищаться не надо. Во-вторых, различать свое и чужое. Ну, конечно, эти два свойства взаимосвязаны, потому что, чтобы защититься от микроба, надо понять, что это что-то чужое. Отличить его клетки от своих собственных. А то своих убьешь, как иногда бывает, как мы увидим. Но с другой стороны, это второе свойство все-таки имеет и другие типостаси. Ну, если человеку пересаживается какая-то тяжелая ткань или органа от другого человека, возбудитель болезни, то против них тоже начинает действовать иммунная система. И это главная проблема, которую приходится решать при пересадке органов. Часто у таких больных приходится подавлять собственный иммунитет, давать им лекарства иммунодепрессанты, чтобы пересаженный орган мог прижиться. Ну вот, существует множество всяких классификаций иммунитета, ну, например, ни один человек не может заболеть чункой и болеть собаке, это видовой иммунитет, а человек, который в детстве переболел ветрянкой, не заболеет и снова, это индивидуальный иммунитет, это понятно, да? Естественный иммунитет возникает, если вы переболели ветрянкой и больше не заболеете, а искусственный иммунитет, если вам сделали прививку от кори и вы уже больше никогда не заболеете или хотя бы не заболеете в ближайшие пять лет. Активный иммунитет возникает тогда, когда вы сами переболели этой болезнью или когда вам в организм ввели вакцину, тогда у вас вырабатываются собственные антитела, а пассивный иммунитет возникает, если ваш организм ввели лечебную сыворотку, действует сыворотка в гораздо более короткое время, обычно не больше месяца, а вакцина может действовать много лет или даже всю жизнь при вакцинации оттолстая, поэтому сыворотки используют обычно только в том случае, если человек уже заболел, вакцину вводит здоровый человек, при вакцинации эффективный иммунитет, а при введении лечебной сыворотки пассивный, антитела чужие, через какое-то время они разрушатся, а собственных не появятся, врожденный иммунитет имеется от рождения, например, к той же чумке приобретенной возникает течение жизни, что такое клеточный иммунитет, уже отчасти не поняли, клеточный иммунитет непосредственно осуществляет клетки нашего организма, а про гуморальный иммунитет говорят тогда, когда против возбудителя действуют растворенные в жидкости вещества, чаще всего это белки в нашем организме. Самая важная классификация это деление иммунитета на специфические и неспецифические, и чем они отличаются, вы их постепенно поймите. Вот сначала я расскажу про неспецифический иммунитет, который проявляется в очень разных самых не связанных друг с другом способах защиты, а потом про более сложный и совершенный специфический иммунитет. Ну, само название неспецифический, о чем оно говорит? Оно говорит о том, что он действует примерно одними и теми же способами против всех или многих возбудителей. Какой бы возбудитель ни попал в наш организм, система неспецифического иммунитета будут пытаться его побороть одними и теми же методами, одними и теми же способами. Во-вторых, в этом случае не действует иммунная память. Ну, что это означает? Это проще все объяснить и примере. Вот, воткнулась вам в палец заноза, вы на это не обратили внимания, не заметили ее, вовремя не вытащили. Через некоторое время это место распухнет, покраснеет, дальше ее по-прежнему не вытаскивать появится гной. Ну, и если возбудители будут не слишком зловредными, то в конце концов этот нарывчик вскроется, у него его течет наружу, с высокой вероятностью при этом вместе с ним будет удалена из-за ноза, а потом ранка заживет. Все, гнойная система защитила вас. Ну, бывает, правда, что попадут такие бактерии, что придется в результате вмешиваться и врачу, иначе может работать сепсис. Ну, допустим, все кончилось благополучно, прошло две недели и надо же в этот же палец снова отмылась за ноза. Причем микробы, конечно, на ней, скорее всего, будут уже другие. Тем не менее, реакция вашего организма будет совершенно такой же. Снова попростеет, снова распутлив, снова будет болеть, снова появится дной. Ни скорость этой реакции не изменится, ни интенсивность не изменится при похожих возбудителях, по крайней мере. И результат будет точно тот же самый. при второй встрече с этим возбудителем иммунная система реагирует так же, как при первой. Ну, и какие-то способы защиты неспецифические, такие, как я сейчас описал, есть у всех живых организмов, начиная с бактерий, окончая растениями. Дальше, когда мы будем говорить про неспецифический иммунитет, я буду говорить про защитные системы именно человека и других млекопитающих. О растении, бактерии, все это речь не пойдет. А что будет с тема, то есть это из-за занозы, которые вбиваются тебе, которые тебе в больницу? Ну, если она не очень большая, то, как я сказал, она вытащит вместе с вновь, вытащит, а если она большая, то, скорее всего, вы не разрешите ее там корчать, а вы будете интересны. Ну, и роль его на самом деле очень велика, этого неспецифического иммунитета. Во-первых, он начинает действовать быстро. Иммунитет для того, чтобы включиться на полную мощность, требует довольно существенного времени. На самом деле, до того, как заработает в полную силу система специфического иммунитета, проходит обычно 5-6 дней. Некоторые особо опасные болезни, вроде чумы и холеры, опасны для тем, что они развиваются так стремительно, что больной может умереть раньше, на вторые или третьи сутки, когда его специфический иммунитет еще не включился. Ну, и второе, на самом деле, эта система неспецифического иммунитета тесно связана с нашей главной системой специфического иммунитета и участвует в его активации. Как это происходит, мы разберем. Что же включается в эту систему неспецифического иммунитета? Как я уже говорил, очень много разных несвязанных защитных механизмов. Во-первых, кожа довольно плотная, достаточно сухая, и через непогрежденную кожу большинство микробов просто не могут проникнуть вну. А на поверхности кожи им тоже не очень-то здорово размножаться. Во-вторых, в тех местах, где проникновение возбудительно наиболее вероятное, например, в воздухоносных путях, поверхность клеток покрыта толстым своим слизи, а на клетках там есть реснички. И реснички эти все время будут слизь снаружи, а всякие частички, в том числе бактерии и вирусы, прилипают к ней и поэтому удаляются вместе с ней. Когда этой слизи не очень много, она попадает из воздухоносных путей в носоглотку, а потом просто в глотку и сами того не замечая мы его проглатываем. Тогда возбудительно вместе с ней попадает в желудок, а желудочный сок очень кислый, кислее лимонного. Это крепкий раствор кислоты. Стенки желудка защищены от него тоже толстым в своем слизи, а микробы, которые попали туда, скорее всего погибнут. В большинстве случаев они будут убиты этим крепким раствором кислоты. Кроме соляной кислоты нас защищает и множество других веществ. Одно из этих веществ, помните, его открыл Александр Флеминг еще до пенициллина, это лизоцин, который содержится в больших количествах слюни и слезной жидкости. Это фермент, который разрушает клеточные стенки бактерий и таким образом от многих из них нас защищает слюна и слезы, обладают довольно сильным бактерицидным действием. Если в любом чашку Петрии растет культура микробов, то в этом месте большинство бактерий скорее всего погибнут. Там будет прозрачный участок. Ну а если какие-то микробы благополучно миновали наш желудок и попали в кишечник, тоже далеко не факт, что они смогут там размножиться, потому что в нашем кишечнике, в толстом кишечнике обитают в массе наши хорошие домашние симбиотические бактерии, которые конкурируют с болезнетворными, выделяют всякие вещества, подавляющие их рост, не дают им как следует размножиться. Этим бактериям и другим всяким нашим бактериям будет посвящена отдельная лекция. Тем не менее, довольно-таки часто происходит так, что всю эту первую линию обороны какие-то болезнетворные бактерии преодолевают и проникают в кровь. Но тут им тоже разгуляться особенно не дают, потому что в крови есть особые белки системы комплимента, они относятся к неспецифическому имитету, всего этих белков много, около 20, все они при проникновении микроба на него реагируют, то есть реагирует сначала какой-то один, но потом отреагируют, он начинает действовать на другие, и так как цепочка домино действует друг на друга, все они активируются, а производятся эти белки клетками печени, как и большинство других белков плазмы крови. Когда система комплимента включается, то оказывается, что самыми разными способами она помогает нам бороться с бактериями. Часть этих белков наклеиваются на поверхность бактерий, называется апсонизация. Я про нее скажу чуть поподробнее. Такие бактерии легче заглатываются фагоцитами и перевариваются, потому что белки системы комплимента служат как бы метками, которые показывают, что это плохая, чужая бактерия, нам поглотить ее и съесть. Некоторые из этих белков собираются друг с другом в такую пору довольно здоровую, которая иногда удается встроиться в мембрану бактерии и проделать в ней дырку. Тогда содержимое этой бактерии кишочки вытекают наружу и бактерия гибнет. Именно этим объясняется, что лечебная сыворотка противодифтеритная могла растворять, убивать дегтерийных микробов в культуре. Оно дало таким вот литическим действием. Ну, а, может быть, одна из наиболее важных функций белков системы комплимента состоит в том, что они вызывают острую воспалительную реакцию. Они выходят из кровяного русла в ткани, а в тканях сидят специальные клетки иммунной системы, тучные клетки. Они имеют отношение к тучности и к жировой ткани. Это просто называется. Под действием белков системы комплимента из этих клеток выбрасываются разные вещества небелковые, например, гистамин, известное довольно вещество. И под действием этих веществ возникают симптомы острово-воспалительной реакции сокраснение, боль, отек и повышение температуры. Видите, как эти симптомы тут изображены. повышение температуры, жар, покраснение, боль, отек, а пятый симптом это разрушение ткани. Все же плохо. На самом деле вроде бы все эти симптомы такие неприятные, да? Это как раз то, что происходит в месте когда попала гоноза, которую вы долго не вытаскиваете. но у всех у них есть свой смысл. например, зачем нужна боль? Зачем нужна? Да. А? Как предупредить возбудительная Да, чтобы зами обратили на это внимание, конечно, и озаботились тем, чтобы вытащить эту залозу поскорее. Поэтому важно, что этот симптом есть. Зачем нужно повышение температуры? Потому что когда бактерии, они тоже на температуре. в некоторых случаях сама повышенная температура может убить возбудителя. в свое время некоторые бактериальные инфекции лечили, заражая человека малярией. При малярии температура поднимается до 41 градуса, все бактерии дохнут, а от малярии человека уже умели лечить, поэтому потом можно вылечить и от малярии. Но, кроме того, при высокой температуре и другие защитные силы организма, как правило, работают активнее. Поэтому сбивать высокую температуру нужно вовсе не всегда. Ну, конечно, если у маленького ребенка температура поднимается 5, 8, 5 и выше, приходится ее снижать, потому что она сама становится опасной для нервной системы ребенка. А так, в принципе, высокая температура при инфекции это нормальная реакция организма, которая помогает с этой инфекцией бороться. Чем называется отек? Отек называется тем, что проницаемость стенок сосудов увеличивается и больше жидкости из кровяного русла выходит в ткани. А вместе с этой жидкостью выходят разные защитные молекулы, антитела. В этом месте через стенку сосудов легче проникнуть в защитную клетку организма, так что это тоже помогает бороться с инфекцией. Ну, а покраснение возникает потому, что в этом месте кровеносные сосуды просто расширяются и больше крови опять-таки туда проникает в эту часть тела. Не только одни белки системы комплимента защищают нас, но и другие белки, производимые либо клетками иммунной системы, в частности, Т-клетками, либо теми клетками, которые уже заражены вирусами. Эти белки называются интерфероны, и они обеспечивают в основном противовирусную защиту. Правда, довольно зверским способом. Если в клетку проникли вирусы, она начинает вырабатывать интерферон. Этот интерферон действует прежде всего на нее саму, а также на здоровые и еще незараженные клетки. И чаще всего он либо подавляет в этой клетке синтез всех белков, а в этом случае она не будет синтезировать и вирусные белки, и вирусный сможет ее размножиться. Либо вообще вызывает гибель этой клетки, ее самоубийство. Ну, лучше остановить распространение этого вируса в зародыше, чем допустить его размножение и распространение по организму. Многих тут действует такая. Лучше пожертвовать немногими, чтобы спасти весь организм. Но главное все-таки в системе и неспецифического иммунитета это клетки. И сейчас я расскажу, что это такое. В системе неспецифического иммунитета участвуют два главных типа клеток, как недавно выяснилось, есть еще третий, но о них речь пойдет позже. Одни из этих клеток макрофальт. Значит, рождаются они в красном полосном мозге, потом несколько дней они плавают в крови и в это время называются моноцитами и их считают в вашем анализе крови. Ну а потом из крови они выходят в ткани и там поселяются. Причем поселяются они в самых разных участках тела, по-разному там называются. В коже живут клетки логиганца, в печени живут клетки кухлера, в центральной нервной системе это клетки микроглиби, о которых я рассказывал на прошлой лекции. Все это потомки моноцитов, все это разновидности макрофага. Ну и эти макрофаги это один из фугоцитов, который описывал вечно. Что они умеют делать? Они умеют заглатывать бактерии, переваривать их, то есть убивать, но в то же время делают и другие важные вещи. Они выделяют специальные сигнальные вещества цитокины, которые активируют остальные крепкие иммунные системы и кроме того осуществляют связь со специфическим иммунитетом, презентируя, то есть представляя ей чужеродный белок. Презентацию чужеродного белка антигена, а чужеродные белки называются антигенами. Я позднее расскажу подробно. Вторая же группа клеток, участвующих в неспецифическом иммунитете, это нейтрофилы. Это тоже клетки, которые сравнительно недолго живут в крови и в отличие от макрофагов, которые в тканях могут существовать длительное время, нейтрофилы вообще недолговечны. Они обычно живут короткое время, а потом погибают. Ну и именно эти-то клетки являются, как сейчас известно, главными нашими фагоцитами. Что происходит, когда в палец пивается за ноза? Там активируются клетки тканей, и они выделяют специальные пакучие вещества, кроме того, некоторые такие вещества выделяют и сами бактерии, а нейтрофилы обладают чутьем, у них на поверхности есть специальные дурки, рецепторы, которые позволяют воспринимать этот запах разрушенных тканей или бактерий. они в этом месте прилипают к стенке кровеносного сосуда, протискиваются через эту стенку, выходят ткани и ползут туда, где произошел этот непорядок, к месту повреждения, к месту размножения бактерий. Там они скапливаются, именно из погибших нитрофилов состоит гной. Гнойники бывают довольно большого размера, это позволяет оценить сколько этих нитрофилов в организме. Это одни из самых многочисленных белых клеток крови, лейкоцитов, но самые многочисленные. Ну и дальше, когда они доползают до места, они начинают очень активно дышать, употребляют массу кислорода. И когда они проглатывают бактерии, они не столько даже переваривают их, сколько убивают ядовитыми веществами, которые образуются из кислорода. Например, в них внутри образуется перекись водорода из известных веществ, она для бактерий очень ядовит. Так что в неспецифической защите организма от инфекций нитрофилы играют главную роль. Вот как раз я хотел рассказать еще про одно последнее открытие. Конечно, он неспецифический, он действует против всех возбудителей одинаковыми средствами, но возникает вопрос, а как все-таки он распознает этих возбудителей, как он распознает бактерии, как он узнает, что в организм попал вирус. И вот долгое время это оставалось загадкой, пока на загадку это не отметили вместе с ученых, получивших прошлогоднюю Нобелевскую премию в физиологии и медицине. Один из них Жальфстейнен Кертон. Случай этот довольно редкий, почти тоже уникальный, хотя до этого несколько таких случаев было, потому что вообще Нобелевская премия не вручается посмертно. Но умер он в пятницу, Нозелевскую премию присудили в понедельник, поскольку были выходные, то новость эта еще не разошлась, и Нобелевский комитет решил сделать для него исключение. Он открыл дендритные клетки, о которых я чуть-чуть расскажу позднее, которые подсказали в частности как можно пытаться бороться с раковыми заболеваниями. Им будет посвящена следующая лекция. Тейнман был болен раком поджелудочной железы. И пытался лечиться, испытывая на себе разработанные им самим его коллегами метры. Надо сказать, что прожил он примерно вдвое дольше, чем обычно живут такие больные. Но вот до своей дургольской премии он все-таки несколько дней не дожил. Ну вот, двое других ученых, которые благополучно дожили, как раз узнали, как клетки, отвечающие знание специфических иммунитет, пакрофаги, узнают бактерии. Вообще бактерии узнать довольно трудно, потому что они очень быстро меняются в процессе эволюции. Это же касается и вирусов. Но все-таки есть такие опознавательные знаки, которые имеются у большинства бактерий, у большинства вирусов. И оказалось, что у клеток нашего организма есть белки-рецепторы на поверхности, которые настроены на опознание вот этих общих, сразу до многих визитных организмов опознавательных знаков. Ну, каких, например? Ну, у всех бактерий есть либо клеточная стенка, а в ней специальные вещества, либо поверх этой клеточной стенки дополнительные вибраны, а в ней тоже есть специальные вещества. У многих вирусов есть какая-нибудь там одноцепочечная ДНК, которой нет в клетках человека, или вирусная РНК, отличающаяся от нашей по составу. И внутри клеток, когда стремятся проникнуть в вирусы, есть специальные рецепторы, которые позволяют эти характерные для большинства вирусов признаки распознать. Рецепторы эти были названы в том, подобные рецепторы. Потому что настоящие ТОЛ-рецепторы имеются в дрозофилы и задействованы в первую очередь совсем в другом в региональном развитии. А вот подобные рецепторы, как выяснилось из-за человека, разные реагируют либо на специальные рецепторы сахариды, либо на решбутики, либо на клеточные стенки, либо на какие-то признаки вирусов и помогают этих возбудителей быстро убрать. Показана карикатура на эти ТОЛ-лайк-рецепторы, но они еще удачны, потому что они, конечно, не могут закричать тревога-тревога, пока этот патоген еще от них далеко. Вот когда он упадет им на голову, вот тогда они закричат тревога-тревога. А здесь реалистичная картинка, как ТОЛ-патоген рецептор, связывая по-видимому какую-то молекулу ДНК-вируса. Множество этих рецепторов сидит на поверхности разных клеток и микрофагов, и нейтрофилов, и доноритных клеток, о которых речь пойдет позже, а также они есть и внутри этих клеток. Они многое объяснили в том, как действует наш специфический иммунитет. И все-таки главная наша защитная сила это специфический иммунитет. Но тема эта очень сложная. Студентам про это считают там курс целый смесор. Надеюсь, кое-что он поймет. Значит, чем он отличается от неспецифического понятного? Он действует только против данного возбудителя. Если вы переболели ветрянкой, это не защитит вас от слухи и наоборот. Но зато он обладает памятью. Почему говорят, что ветрянкой, например, как правило, можно переболеть только один раз? Вовсе не потому, что этот вирус снова не попадет в ваш организм. Наоборот, если вы, например, ходите в детский сад, то он почти наверняка попадет туда и не один раз в вашу жизнь. Но ответ вашей иммунной системы на вторую встречу с ним будет таким быстрым и таким сильным, что вы даже этого не заметите. потому что у вас не появится симптомов этого заболевания, раньше это возбудитель будет уничтожен. Главные участники этой системы иммунитета это, как я уже говорил, клетки, но про них я расскажу. Вообще особенность специфического иммунитета, которая есть только у позвоночных, состоит в том, что именно у них вырабатываются особые белки, антитела, а за их выработку, как я уже говорил, отличают клетки болимфоцитов. Каждый болимфоцит сначала высовывает свои антитела на свои поверхности. И у каждого они свои. И ждет, не появится ли какой-нибудь антиген, чужеродный белок, который подходит к его антителам. Если такой чужеродный белок хранит в организм, то этот болимфоцит чувствует, что настал его звездный час, начинает активно размножаться и дает клоу своих потомков, они называются плазмоциты или плазматические клетки. Каждый из них начинает вырабатывать антитела, уже выбрасывая их кровь со скоростью в 10 тысяч в секунду. С огромной скоростью. Поэтому количество антител в крови достаточно быстро повышается и все-таки, как я говорил, на это уходит несколько суток, чтобы количество их стало достаточно заметным. Что же это за антитела? Или синоним этого названия моноглобулины, это просто одно и то же. Потому что я сделал опечатку, это на самом деле антитела. Значит, антитела это такие белки, которые состоят из четырех цепочек аминокислот. Две длинные, тяжелые, две короткие, легкие. И там, где эти цепочки близко располагаются друг к другу, находится участок, который как раз и связывается с этим чужеродным долгом. Ну, как я уже говорил, тяжелые и легкие цепочки могут комбинироваться в любых сочетаниях. И если у нас есть, например, 10 тысяч разных тяжелых цепочек и тысячи легких, то будет 10 миллионов разных сочетаний. Вот почему в организме присутствуют только в очень небольших количествах антитела против чего угодно. Сейчас в вашем организме есть антитела против бактерий чумы, против яда кубры, против там бутулотоксина и не знаю чего еще. Против всего-всего на свете только против чего там нет антител, как правило? Против своих собственных белков. Вот этих антител в вашем организме будем надеяться нет. А почему это? Это вы поймете. Белков и обраку нет. Вот. Так, кроме и обраку нет. Но это не свои, это чужие. Вот так. Так что это вот такие удивительные белки. Ну вот они тут более реалистично нарисованы. А как они образуются, я уже отчасти сказал. Они на самом деле бывают не только вот такие, как рогаточки, но еще вот такие, как двойные рогаточки и даже пятерные. Это я особенно выникать сейчас не буду. но важно понимать, что они делают. А что они делают? Во-первых, если в организм проник какой-нибудь яд вроде змеиного, то тела связываются с ним и просто его не термизуют. Этот яд уже не может проникнуть в клетки или подействовать на них, то есть не может вас отравить. Через некоторое время он расщепится ферментами или он будет выведен из организма и поэтому если вовремя вам ввели лечебную сыворотку, а лечебная сыворотка не что иное, как антитела в больших количествах и сразу, чем бы они у вас выработались. Это спасет вас от змеиного или какого-нибудь еще белкового яда. Если антитела свяжутся с поверхностью вируса, то тоже вполне вероятно, что он не сможет проникнуть в клетки, а значит не сможет размножаться. Вторая функция заключается в том, что они наклеиваются, как и белки системы комплимента на поверхность бактерий. И хотя бактерии убить они не могут, но после того, как они наклеились на нее своими рожками, их ножки немножко меняют свою форму. И вот по этим изменившим форму ножкам такую бактерию легко опознает любой фагоцит. Поэтому фагоцитоз бактерий происходит, как правило, при участие антител. Ту же функцию могут выполнять и белки системы комплимента, пока антител еще мало. Третья их функция заключается в том, что они взаимодействуют с белками системы комплимента и активируют их. А также они активируют тучные клетки и другие клетки иммунной системы. Но оказывается, что в одиноче болимфоциты редко начинают активно вырабатывать антитела и не могут справиться с выгодами. Для этого нужны другие клетки иммунной системы Т-лимфоциты и прежде всего Т-хелперы, поскольку, как выясняется, для активации болимфоцитов как правило нужны два сигнала. Один сигнал понятно, что такое, да? Первый сигнал это подходящий антиген, который связался с антителами этого болимфоцита и подошел к ним. Для этого сигнала обычно оказывается недостаточно. Оказывается, что болимфоциту нужен второй сигнал. И вот с этим вторым сигналом все оказалось довольно сложно. Оказалось, что для этого второго сигнала нужны другие клетки иммунной системы. Какие? Это антиген презентирующие клетки и тахелперы-помощники. Антиген презентирующие клетки это макрофагия и дендритные клетки. Это профессиональные презентирующие антиген клетки. Что они делают? Когда в них попадает чужеродный белок или вирус, то они переваривают его но не до конца, а так, чтобы от него остались тоже рожки и ножки характерной формы. И эти рожки и ножки они высовывают на поверхности, связав с особым дырком МХС, дырок главного комплекса дистосовместимости. От того, какой он у конкретного человека, сильно зависит его восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Ну вот, что вот тут высунуто на поверхности этой клетки? Какие-то кусочки, фрагменты вируса. И вот тогда на поверхности макрофага или дендритной клетки антиген могут определить другие клетки. Прежде всего, Т-лимфоциты. Т-лимфоциты соревают в тимусе, потом проникают оттуда в лимфатические узлы, туда же приползают из кожи дендритные клетки, нагруженные антигеном на своей поверхности, и там Т-лимфоциты с помощью своих рецепторов, похожих на эти дела, воспознают этот антиген. После этого они начинают выделять специальные вещества, которые активируют В-клетки, помогают им размножаться и вырабатывать антитела. Вот тогда система специфического иммунитета начинает работать в полную мощность. А если в пробирку привезти одни В-клетки, налить туда какого-нибудь антигена, подходящего даже к их антителам, то эти В-клетки размножаться сами не смогут. Без т-хелперов размножиться им будет сложно. Кроме того, антитела тоже не всемогущие. Они хорошо действуют против тех бактерий или вирусов, которые находятся в крови. Но многие паразиты живут и размножаются внутри наших клеток, а там антителам до них добраться невозможно. по гоцитам до них набраться тоже трудно. Поэтому приходится задействовать другие защиты. Какие? Оказывается, не только макрофаги, не только дендритные клетки, но все клетки нашего организма постоянно переваривают лептовую часть своих белков. От них остаются рожки и ножки, и они высовываются на поверхность этих клеток. То есть клетка показывает все свои белки иммунной системе и говорит вот она я, у меня все в порядке, все мои белки свои, все мои белки хорошие, не трогайте меня. А что будет, если на поверхности этой клетки окажутся чужеродные руки? Ну профессиональным клеткам типа дендритных клеток макрофагов ничего не будет. У них работа такая, высовывать на поверхности какие-нибудь белки вирусов или бактерий, чтобы с ними ознакомились клетки иммунной системы. А вот если в какую-нибудь обычную клетку нашего организма проник вирус и начал там размножаться, то на ее поверхность кроме своих собственных антигенов попадут и вирусные. Правильно? Тогда эти вирусные антигены будут распознаны особенными клетками иммунной системы текиллерами. Они же взаимодействуют и с дендритными клетками. Дендритные клетки умеют их усмирять. А обычные клетки не имеют таких средств. И тогда такая клетка будет убита. Либо таки дырку ее содержимое просто вытечет, либо он проделывает маленькую дырку, но запустит через нее особые вещества, которые отдадут этой клетке команду покончить жизнь самоубийством. Опять-таки здесь действует принцип убить одного, чтобы спасти весь коллектив. в этом смысле иммунная система действует совершенно безжалостно. Так что, как видите, не хватает трехклеточной модели, нужна уже четырехклеточная. Но и этих защитных механизмов не хватает, потому что кроме клеток божеродных, кроме бактерий и кроме клеток, зараженных вирусами, в нашем организме постоянно возникают раковые клетки. А эти клетки часто перестают презентировать на поверхности свои антигены. Если бы они это делали, то их бы можно было распознать, потому что белки в них мутантны. Поскольку они этого не делают, дотокиллеры нередко не могут их распознать, и для борьбы с ними используются специальные НК-клетки, природные киллеры. Почему раковые клетки не презентируют свои антигены, свои раковые белки? Потому что белок МХС на их поверхности как правило отсутствует, не экспрессируется, не высовывается сюда. Если НК-клетка взаимодействует с обычной клеткой, то она ощупывает на ее поверхности молекулу МХС, понимает, что клетка нормальная, здоровая и ничего ей не делает. Но если она обнаруживает, что на поверхности клетки решения нет белка МХС, то это сразу для нее становится подозрительным, она распознает такую клетку как раковую и убивает ее с помощью тех же механизмов, что это киллеры убивают клетки зараженные вирусом. Вот видите, как все там хитроумно устроено, и это еще без всяких деталей. Так что даже непонятно, почему мы вообще болеем. Непонятно вообще почему. на самом деле непонятно другое, как мы укрепляемся выживать, когда представляем из себя идеальный термостат с температурой 37 градусов, в который постоянно, ежесекундно попадают миллионы бактерий, вирусов, грибов, которые жаждут использовать нас в качестве питательной среды. Поэтому тут приходится удивляться с одной стороны, как вообще система иммунитета может нас убить, особенно нас, теплокровных плохо. Но все-таки проблем с работой иммунной системы и с ее изучением достаточно много. Ну например, до сих пор окончательно не решена, хотя в целом ответ такой более неизвестен. Проблема почему нет реакции на свои собственные клетки. Но если вкратце, те бетели лимфоциты, которые пытаются на них реагировать, убиваются в раннем возрасте. Их убивают в детстве. И обычно таких клеток в нашем организме не остается. И все-таки довольно часто реакция на собственные клетки и ткани возникает. Эта реакция называется ауто-иммунные болезни. И встречаются они довольно часто или болеет больше 2% всех людей на земле. И понимание причин этого важная проблема. Гораздо чаще, чем раньше, например, сто лет назад, люди стали страдать от аллергических заболеваний. аллергические заболевания это тоже неправильное, слишком активное, немножко смещенное реакция иммунной системы, но чаще всего на чужеродный бюрок. Почему это произошло? Кстати, наиболее популярный сейчас ответ, знаете, какой? потому что люди стали слишком сильно заботиться о чистоте. Очень часто моют руки, очень аккуратно убирают свои квартиры, особенно следят за чистотой тех мест, где содержат маленьких детей, ну, чтобы они не заболели какой-нибудь инфекцией. В результате организм этого ребенка не встречается ни с какими бактериями и вирусами, а если он там играет где-нибудь в песочнице на улице, целуется с кошками и собаками, там возят в грязи, то, видимо, он, конечно, может заболеть при этом чем-нибудь, но, видимо, в дальнейшем это довольно надежно защищает его от аллергии. Так что некоторое количество грязи даже полезно. Хотя вот иммунная система имеет механизмы защиты от рака, даже специальные, о которых я чуть-чуть рассказал, все-таки очень часто им не удается уследить за развитием раковых опухолей, и от рака люди болеют и умирают тоже гораздо чаще, чем раньше, что мы и обсудим эту тему на следующей лекции. Так что следующему поколению иммунологов еще хватит работать. субтитры и субтитры